Сегодня в эфире. Как отмечали в фонде «Здоровье», контракт был исполнен в рекордные сроки, за две недели декабря 2013 года, а сами ролики находились в ротации всего четыре дня. В Минздраве этих замечаний не признали. Какие передачи собирается показывать Минздрав по федеральным телеканалам, узнайте здесь. Как сообщил «Газете» РУ, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Валерий Бузин, ФАС уже проводила две проверки на стадии заключения этого контракта по жалобам проигравших. Конкурс компаний и не нашла нарушений. Более того, по мнению Минздрава, в рамках краткосрочной информационной кампании Минздрав добился неплохих показателей. Охват населения в возрасте 25-45 лет составил 48,3% населения России со средней частотой просмотра 4,1%, сообщил Валерий Бузин. Также он отметил, что Минздрав транслировал в рамках этого проекта радио и интернет-рекламу, а также наружную рекламу. Сколько денег нужно на лечение ВИЧ-инфицированных в Петербурге, узнаете здесь Бузин добавил, что Минздрав совместно с Комиссией по социальной ответственности бизнеса Ассоциации коммуникационных агентств России, АКАР, провела два круглых стола, посвященных основным тенденциям развития социальной и некоммерческой рекламы, на которых проходило профессиональное обсуждение проектов Минздрава и давалась оценка их эффективности, и эта оценка была положительной. Будь здоров и подписывайся на наш канал.